необходимо связать 16 жаккардовых мотива и 16 однотонных я покажу на примере жаккардового квадратного мотива как вязать такой мотив здесь будет точно такая же схема которая лежит в основе обычного однотонного квадрата остановлюсь здесь поподробнее для того чтобы показать вам как присоединять новый цвет как менять цвет столбиков после уже вы самостоятельно опираясь на схему которая в инструкции сможете связать однотонный мотив просто соблюдая принципы правила вязания такого квадрата делаем кольцо амигроме и согласно схеме набираем в кольцо 5 воздушных петель 3 воздушные петли это имитация столбика с накидом 2 воздушные петли это угол нашего квадратом дальше провязываем 3 столбика с накидом в кольцо 2 воздушные для угла дальше снова 3 столбика с накидом 2 воздушные петли это угол мотива 2 воздушные петли 3 столбика с накидом в кольцо две воздушные и провязываем последнюю сторону у нас уже один столбик здесь есть нам нужно довязать еще два того чтобы получить 3 проверяем себя в конце каждого ряда нас между воздушными петлями должно быть по три столбика так мы здесь соедини все и соединяем затягиваем кольцо затягиваем плотно чтобы не было отверстие и присоединяем крючок высвобождаем из петли и находим первую воздушную петлю до которую нас было на углу вот наш столбик тут плохо видно потому что две воздушные уже немножечко скрылись за уже провязанными столбиками когда мы затянули поэтому смотрите внимательно вот на эту сторону первую которая у нас образована вот столбик 1 после воздушных петель вот его верхняя горизонтальная петля дальше шагаем влево это воздушная петля на углу 1 и вот 2 вот сюда это вот первая воздушная петля который ближе к этой стенке проходим под эту воздушную петлю внизу будет перемычка вот она косичка на крючке я эту петлю берем и выводим с помощью крючка назад здесь будет сложновато петля может соскочить но старайтесь все аккуратно и медленно не спеша делать и все обязательно получится вывели петлю назад и петлю обходим получившийся квадрат так слегка подтягиваем и слева направо обводим петлей наш элемент этот кончик от кольца мы высвобождаем до чтоб он там не запутался все и вот так вот у нас получается теперь тянем за рабочую нить вот так узелок у нас ушел по 2 воздушную петлю сильно не перетягивайте и вот рабочую нить еще потянут для того чтобы убрать вот эту петельку вот и сразу же покажу как раз соединить а если вы вдруг делали ошибку вот узелок который у нас уходил под петлю и с правой стороны есть вот ниточка так которую мы с вами затягивали мы вот так подцепляем крючком и вытягиваем ее затем берем вот так потянули и вот мы видим что узелок наш расслабляется тянем теперь за узелок и теперь справа налево возвращаем петлю начальное состояние и вот таким образом мы разъединили все соединяем еще раз наш первый ряд готов всего у нас получилось по кругу 12 столбиков с накидом и между ними углы которые образуются благодаря 2 воздушным петлям дальше приступаем к вязанию 2 ряда во втором лиду мы уже вводим новый цвет провязываем первые столбики с накидом вот мы всегда будем вязать в ту точку которая ближе всего к соединению это у нас угол поэтому провязываем по правилу квадрата под эту арку 2 столбика с накидом 2 воздушные 2 столбика с накидом все провязываем вот в эту точку так мы делаем прибавку и естественно формируем угол квадрата первый столбик я делал вот таким образом 1 2 это первый столбик и дальше обычным способом вяжем 2 столбик 2 воздушные и точку 2 столбика итак первый угол мы закончили сейчас такой важный момент пожалуйста не упускайте его всегда после провязывания угла мы переходим на вывязывание стенок вот первый столбик в предыдущем ряду его верхняя горизонтальная петля находится слегка правее этого столбика вот она то есть первый столбик после угла мы будем провязывать именно вот сюда и по схеме мы сейчас в этом во втором ряду будем вводить новый цвет нам необходимо провязать один молочный один горчичный один молочный сюда вот провязываем молочные и так у нас еще горчичный мы молочный довязываем не полностью делаем только одно закрепление так сам столбик у нас получился молочным все отлично дальше следующий столбик провязываем горчичным цветом эти вот нити кончик от горчичного и молочную нить которую мы сейчас пока не работаем мы будем ввязывать прокладываем вдоль верхних горизонтальных делаем накид провязываем не полный горчичный столбик потому что следующему у нас идет молочный сделали 1 дальше поменяли молочный вот эти вот нитью кончика на горчичного и горчичную прокладываем вдоль полотна и провязываем третий столбик молочным цветом у нас получается дальше вяжем угол 2 2 столбика с накидом 2 воздушные 2 столбика с накидом все молочным цветом и вот эти горчичные ниточки мы ввязываем переходим на следующую стенку вяжем не полный молочный столбик меняем нить горчичный кончик можно уже не увязывать оставим его свободным потом обрежем провязываем не полный горчичный столбик потому что следующий у нас идет молочный давай молочным следующий молочным подходим к углу провязываем аналогично предыдущим и последний столбик во втором ряду молочного цвета здесь цепляем ниточку вот так вот эту петлю провязали второй ряд проверяем себя чтобы в количестве столбиков совпадало цвет столбиков менялся согласно схеме после того как проверили убить или что все верно закрываем еще раз покажу соединение уже с горизонтальными петлями вот таких столбиков вот наш первый столбик во втором ряду мы помним да что у столбика его верхняя горизонтальная петля находится справа соответственно у этого первого столбика ее нет и мы сейчас этим соединением ее сомитируем находим второй столбик вот мы видим его горизонтальную петлю заводим крючок сзади вперед петлю переводим назад с помощью крючка обходим петлей квадрат слева направо эти кончики придерживаем для того чтобы они там не запутались а белую горчичную сейчас достаю а белую горчичную мы пустим вот как бы в этот узел тянем за молочную рабочую нить узелок ходит под петлю и и выправляем все ниточки аккуратно не притягивая тем провязали закончили второй ряд этим ряду я хочу обрезать вот кончики чтобы они мне не мешали этот горчичный я просто обрезаю никуда его дополнительно не уважал а вот кольца амигуруми я хочу еще немножко его привести столбики здесь можно взять крючок поменьше чтобы было удобнее это сделать буквально в 12 столбика пропустить и потом просто обрезать дополнительно еще затягиваю и обрезаю все и сейчас начинаем вязание третьего ряда сейчас еще расскажу про то что делать с клубками чтобы они не пытались между собой потому что здесь уже будет чаще смена нити начинаем ряд молочным цветом идем ближе к присоединению естественно вот сюда вот в эту сторону до последний столбик предыдущего ряда мы будем провязывать первый молочный столбик дальше подходим к углу в этом ряду у нас угол молочного цвета полностью чем и и и и так после угла у нас идет два молочных столбика потом три горчичных все один повод провязываем полностью 2 провязываем не полностью и вводим новый цвет 1 2 не полностью потому что следующий у нас идет горчичный меняем цвет и здесь вот расскажу про клубки смотрите у меня всегда как бы сверху лежит клубок с той нитью которая сейчас работаю а внизу тот который я ввязываю для удобства чтобы потом нить не путалась и я не тратила свое время на то чтобы это все распутать поэтому при смене нити я сейчас перемещаю вот этот клубок который сейчас буду ввязывать вниз а это просто наверх и меняю цвет в столбике им провязываю 3 горчичных столбиков 3 будет до газа не до конца будет водиться молочный цвет потому что следующий идет у нас молочным ввязываем молочным постепенно так 3 довязываем не до конца раз тут же я перемещаю клубки подтягиваю и провязываю молочным по схеме до угла угол включительно так и сейчас подходим к смене цвета 3 горчичных петь и провязывание полностью меняем цвет так вяжем до конца ряда думаю что тут все понятно ориентируйтесь на схему мне остается провязать один горчичный цвет и один молочный через повторяю последним мы провязываем вот в это место где мы делали соединение так это выглядит не нужно опускаться вот сюда примут под эти все ниточки только вот захватываем вот эти две нити это была наша петля которую мы которую мы обводили квадрат провязываем последний столбик в ряду и делаем соединение как и в предыдущем ряду и переходим к четвертому ряду обязательно проверьте все ли верно вы провязали перед тем как соединить если где-то ошибка распустите исправьте ее и потом смело соединяйте начинаем писать четвертый ряд вот наше соединение в эту точку мы провязываем первый столбик по схеме он у нас молочного цвета делаем накид провязываем молочный затем еще один молочный подходим к углу здесь уже появляется горчичный значит делаем один молочный провязываем не до конца меняем цвет вяжем новым цветом столбик две воздушные столбик вяжем не до конца меняем цвет следующий у нас молочный дальше 3 молочных на третьем меняем цвет 2 горчичных на втором меняем цвет 1 молочный смена цвета и 2 горчичных и 2 горчичных меняем цвет 3 молочных подходим к углу андель молочный затем горчичный 2 воздушные 2 воздушные 2 воздушные горчичные меняем цвет и так далее вяжем аналогично до конца ряда приступаем к вязанию пятого ряда 5 ряд у нас будет начинается двумя молочными столбиками затем и тут горчичные поэтому один полный молочный второй не полный и меняем цвет 2 молочные вяжем не полностью смена цветом и провязываем 3 горчичных столбика 2 2 воздушные и 3 горчичных 2 молочных этот не полностью столбик меняем цвет провязываем 3 молочного цвета 3 не полностью меняем цвет 2 горчичных 2 меняем цвет 3 молочных 3 меняем цвет 2 горчичных меняем цвет 3 молочных смена цвета 3 столбика 2 воздушные 3 столбика горчичного цвета и так вяжем до конца ряда надеюсь что принцип уже понятен и встречаемся соединение провязываю последний столбик в пятом ряду не забрежала оставляю кончик по длине горчичную пока оставляю ничего не делаю достаю петлю и сейчас буду имитировать верхнюю горизонтальную петлю, вот этот столбик, над которым мы будем имитировать, и для которого мы будем имитировать эту петлю, как и в нашем соединении. Заводим крючок в первую верхнюю горизонтальную петлю, сзади вперед, нить выводим назад полностью, разворачиваем наизнанку, находим вот эту вот петлю, из которой у нас выходит эта ниточка, и снизу вверх через вот эту перемычку, и в петлю таким образом заводим крючок, и ниточку уводим вниз, вот такое соединение у нас получилось. Мотив готов, и нам остается только спрятать кончики, покажу как я прячу кончики, я беру крючок поменьше для удобства, можете вообще взять иголочку, кому как удобно, и вот стараюсь увести горчичного цвета ниточку ближе к столбикам такого цвета, и прячу между ними в произвольном порядке, вправо, влево, вниз, вверх, абсолютно неважно, куда, в каком направлении вы будете ее уводить. Все, и обрезаем кончики, и сейчас замерю, сколько у меня получился мотив, девять с половиной на девять с половиной, однотонный, у вас получится такого же размера, только менее плотный, да, потому что здесь мы провязывали и еще ввязывали нить. Обязательно прогладьте каждый мотив через тонкую ткань с применением пара, после того как прогладите, разгладьте еще дополнительно руками, чтобы выровнять все столбики, и дайте немножечко остыть, высохнуть мотивом, и будем сшивать. Ну что же, после того как все наши мотивы готовы, отпарены, проглажены, кончики спрятаны, мы приступаем к сшиванию. Я уже сшила жаккардовые мотивы, и именно в такой последовательности мы и будем собирать наш чехол. Сначала сшиваем все мотивы с рисунком, потом однотонные, и после уже два полотна будем сшивать уже в готовый чехол. Я рекомендую и настаиваю на использовании матрасного шва, трикотажного шва его еще называют, будем сшивать иглой. Вот такая идеальнейшая стыковка мотивов получается, это лицевая сторона, это изнаночная. Если вам не понравится такой вариант сшивания, то можно конечно же использовать крючок. Так это выглядит. Сшивала я на изнаночной стороне, прикладывая мотивы лицевыми сторонами друг к другу, и сшивала просто крючком. Но это уже если вы очень-очень сильно будете отрицать матрасный шов, он вам не зайдет никак, работать с ним вам не понравится, то вот такая альтернатива. Матрасный шов это просто превосходный вариант. Итак, основные принципы сшивания мотивов. Как я уже говорила, мы сначала сшиваем мотивы с узором, затем однотонные мотивы. Конечно же, для начала мы должны определиться с формой нашей подушки. У меня это квадрат, 4 мотива в высоту и 4 мотива в ширину. Самое важное из правил это то, что мы сшиваем сначала мотивы все по вертикали. Вот одна полоска у меня уже сшита. Я выкладываю 4 мотива в высоту, или если у вас их 5 или 3, выкладывайте то количество, которое вам нужно для вашей формы. Потом постепенно вот попарно буду сшивать. Сначала вот снизу и вот так вот выше, выше. Вот по вертикали у меня, допустим, одна полоска готова. С тем я буду пришивать следующие мотивы по одному к левой стороне. После того, как по вертикали мы все соединим, мы будем соединять оставшиеся горизонтальные линии. Сшивание у нас будет проходить на лицевой стороне. Я уже взяла в иглу с широким ушком нить. Длина нити у меня в 3-2,5 раза больше, чем длина нашего вертикального будущего шва. То есть прикладываем просто вот к нашим разложенным мотивам примерно 2,5-3 раза нить. Сшиваем, начиная с правого мотива. Сначала вот будем проходить в петли правого мотива, затем нырять в те же петли в левом мотиве. И вот так попеременно волнами будем переходить от одной точки к другой, от правого к левому мотиву. Сейчас подробно покажу, куда мы будем вводить иглу. На правом мотиве находим воздушные петли. Вот их две. И заводим углу. Сначала буду называть вот эту вот нижней, эту верхнюю петлю. Сначала заводим в нижнюю петлю, верхнюю дужку, иголку. Затем в верхнюю петлю, верхнюю дужку. И полностью выводим иглу с нитью, оставляя небольшой кончик. Дополнительно закреплять никак не будем. Оставлю вот такой кончик, потом мы его спрячем. Находим точно такие же точки в левом мотиве. Так, вот нижняя горизонтальная воздушная петля, вот верхняя воздушная петля. Верхние дужки сначала в нижнюю, потом в верхнюю. Вот так. Все, полностью пропускаем. Дальше шагаем. У нас вот идут уже столбики. Их у нас будет 19. И здесь столбики мы цепляем основание, да, или перемычки. Я захожу вот в воздушные петли полностью уже под две дужки. Вверху вниз и снизу вверх в следующую. И вот так вот я подцепляю основание столбика. Провожу полностью нить. Сейчас можно сильно не затягивать, потом вот мы еще 3-4 стежка сделаем и уже стянем наш шов. И в левом находим точно такой же. Здесь он лучше виден. Так, заходим. Так это выглядит. И вот таким образом мы, грубо говоря, нанизываем наши мотивы на ниточку. Переходим к правому мотиву, к следующему столбику. Все, и теперь вот можно сейчас уже тянуть. Всегда стягивайте по примерно 6-5 стежков. Вот так вот все стягивается аккуратно. И вы можете заметить, что вот если я тяну вверх ниточку, она здесь свободно проходит. Таким образом, если где-то что-то вы не дотянете или перетянете, то это можно спокойно поправить. Но старайтесь тоже не перетягивать. Пускай свободно столбики стыкуются, соединяются между собой. Если сделали что-то неправильно, можно просто обрезать, допустим, ниточку или достать ее из иголки и вытянуть, просто вытянуть все, что вы нанизали. Следите за тем, чтобы у вас обязательно соединялись одни и те же столбики зеркально. Еще такой момент, если вот после затяжения шва вы немножко запутались, куда вам сейчас возить иглу. Все на самом деле очень просто, но с той стороны, с которой у вас нить, там вы и закончили. То есть, если вы закончили здесь на восьмом столбике, да, вот мы видим, что мы здесь подцепляли, ну, грубо говоря, восьмой столбик, то здесь мы уже будем работать с девятым, потому что здесь отсюда мы начинаем. То есть, если здесь восьмой, значит здесь девятый. И вот я подхожу уже к концу сшивания вот этих двух мотивов. Остается последний столбик справа, последний столбик слева и одно соединение на воздушные петли. Так, вот воздушные петли. Нижняя, это верхняя. Заводим в нижнюю. Потом верхнюю, тоже за верхние дужки. И с левой стороны в нижнюю. И в верхнюю. Все, мы присоединили вот одну пару мотивов. Затягиваем. И приступаем к следующему. Берем следующий мотив. Точно так же находим воздушные петли. Вот они. Заходим сначала в нижнюю. Затем в верхнюю. Пропускаем нить. Вот такую. До конца ее опускаем. Мотив. И берем левый мотив. И здесь точно так же. Сначала заводим в нижнюю петлю. Затем в верхнюю. по одной дужке. Все. И тоже до конца. И теперь приступаем уже к столбикам. Все. И точно так же мы продолжаем соединять. Смотрите. Вот в конце сшивания одной линии я ниточку не обрезаю. Буду прятать кончик. И просто я сейчас перехожу на изнаночную сторону. И прячу вот в получившийся шов с помощью иглы. Когда по вертикали вы соедините все мотивы. Приступите к соединению по горизонтали. И вот здесь вот в центре хочу вам показать. Когда вы соедините первую пару. Вы подойдете к центру. Покажу. Допустим. Соединим так. И вот переходим к воздушным. Справа. Теперь идем слева. Потом идем сюда справа. Вот сюда и сюда. Да. На самом деле, если вы заведете даже иглу не туда, я думаю, что это заметно не будет. Так. Вот здесь вот. Ищем. Ну вот как раз есть на чем показать. Вот здесь. Но не совсем понятно, где вторая воздушная петля. Я, допустим, заведу вот сюда. И вот сюда. Сильно заметно это не будет. Как и вот на цветном мотиве. Ну, просто какое-то такое хаотичное скрепление, грубо говоря, вот этих вот петель, которые не смотрятся как-то неаккуратно или неправильно. В принципе, очень даже гармонично. Вот. Поэтому сшиваем и встречаемся на соединении двух полотен. Я завершила сшивание двух деталей. Осталось только сшить между собой их для того, чтобы получить чехол. Ну, тут все на самом деле очень просто. Мы сшиваем таким же образом, как и мотивы. Сшиваем на лицевой стороне, оставляя вход. Да, вот внизу оставляем вход для подушки. Все. И просто право, лево и вверх мы сшиваем точно так же, как и мотивы. Только у нас получится непрерывное сшивание правой, верхней и левой частей. Поэтому ниточку берите с расчетом, что у вас будет сшиваться полностью вот эта часть чехла. Так. 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 Аспредоттенция. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...